Я работал программистом 1С, но 1С мне не нравился по ряду причин, и поэтому я интересовался другими языками, и мне поэтому приглянулся. Мне он просто понравился, в первую очередь, в эстетическом плане, а дальше уже, когда я начал восстановить, понравился возможность и функционал. Тогда я в какой-то момент решил, что я хочу с 1С переключиться на язык поинтереснее, и уволился с работы 1Сника, ну и чтобы в лоб не устраиваться на работу, решил пойти сперва на эти курсы, освоиться немного, а потом же действовать дальше. Но получилось так, что на работу я устроился раньше, чем закончил курсы, но тем не менее я не жалею, что пошел, потому что много из того, что мне дали на этих курсах, мне пригодилось в этой работе, на которой я устроился. Например, мы делали прямо на первом же занятии, мы делали телеграм-бота, а в фирме, куда я устроился, это как раз казалось необходимо, и у меня прямо в первую же неделю или во вторую неделю попросили написать телеграм-бота. Я там решил задачу эту по боту где-то часа, наверное, за два, за три, и ко мне появилась невероятная лояльность. Кураторы курсов знают гораздо шире курс, который преподают, и если, например, ты какой-то вопрос понимаешь больше, чем требуется, то ты все равно можешь задать вопрос, и тебе на него ответят, именно, и ответят именно настолько, ну, насколько ты в этом нуждаешься. То есть пока ты не поймешь то, что ты спрашиваешь, от тебя не отстанут. Да.